Ассаламу алейкум, с вами ваш запрещенный Кавказ. Здравствуйте все. Скользкая и проигрышная тема. Тема, ввязавшись в которую человек обречен на совершение греха. Тема это межнациональные отношения. Особенно, если эти отношения зашли в тупик. Особенно, если эти два или более народов целенаправленно столкнули, сталкивают лбами. Особенно, когда проливается кровь, льются слезы, плачут дети, плачут матери. Сколько горя и несчастий принесли заведомо заготовленные запланированные взрывы, пожары межнациональных, зачастую межбратских непониманий, территориальных споров. Были Карабах, Приднестровье, Пригородный район, Южная Осетия, Абхазия, Крым, который год пылает восток Украины. Как много еще таких бомб с механизмом отложенного времени взрыва? Самое страшное, что такие бомбы взрываются не один раз. Они бесконечно многоразовые. Этакий смертоносный, братоубийственный перпетуум мобиле. Повторный, более масштабный, неимоверно удручающий взрыв военного противостояния видим мы сегодня в Нагорном Карабахе. Ни к чему хорошему это не приведет, потому что это задумано давно с явной целью постоянной дестабилизации ситуации. Прошло 30 лет с тех памятных и тяжелых для азербайджанцев и армян и их соседей событий, связанных с Нагорным Карабахом. 30 лет тлел этот очаг и вот теперь пылает и горит. Те 30 прошедших лет, кому они принесли пользу? Армянам? Азербайджанцам? Кому? Сотни тысяч азербайджанцев стали и продолжают оставаться беженцами. Десятки тысяч армян вынужденно покинули обжитой, теплый для них Баку. Другие азербайджанские города. Может, счастливые армяне в самопровозглашенной Карабахской республике? Не надо быть провидцем, чтобы утверждать, что ни один армянин, ни одну ночь в эти 30 лет спокойно не спал в Нагорном Карабахе. Поверьте и вдумайтесь, ни один армянин, ни одну ночь не был спокоен, умиротворен, счастлив. Потому что так не бывает. Я не собираюсь лезть в дебри кому и на каком основании принадлежит та или иная территория. Но я твердо говорю, что на момент взрыва 30-летней давности Нагорный Карабах был частью Азербайджана. По этой единственной причине это самопровозглашенное образование не признано никем, даже, собственно, самой Арменией. Конечно, признание Карабаха аж целыми двумя, также не признанными Южной Осетией и Абхазией, являются по форме и по существу совершенно ничтожными, не могущими служить даже в самой малой степени прецедентом. Почему Армения не признала Карабах? Хотя многие в Армении, вернее, в ее власти и около власти, в науке, в искусстве и около них всячески, на всяком уровне, на разные лады. И голоса заявляли тогда, заявляют сейчас о том и об этом, и как здесь еще задолго до мамонтов и динозавров поселились высокие белокурые гиганты Хайки, и как они задолго до Христа были христианами, как они изобрели письменность, культуру, спорт и все остальное еще тогда, когда не было ни Ноя, ни Авраама, Ибрагима, ни тем более его сыновей Ицхака и Исмаила. В чем все-таки причина и корень всех этих сказок и легенд о том, что отдельный народ настолько древен и славен, что вся остальная история человечества кажется всего лишь приложением к великой, единственной и непреложно истинной истории великого Хайастана. Еще раз твердо повторяю, что сказанное мной выше относится не ко всему народу, а к той части армянского народа, которая во власти, в политике, при кормушке. С пониманием отношусь к этой огромной проблеме армян. Честно говоря, сами армяне в первую очередь и больше всех страдают от этой сказки. Когда веришь в сказку, то есть в то, чего не может, не могло быть, поверьте, жить в реальной действительности бывает ох как трудно. Тем более, что никто вокруг не признает и не собирается признавать превосходство живущих в плену навязчивых подобных идей. Грузины, к примеру, считают, что их славная история, которая, кстати, признана в мире, ничуть не менее древняя и так далее. Северные кавказцы, прошу прощения, белокожие и воинственные, слыша о былой белокурости и или неодолимой воинственности предков армян, недоумуевают. А куда все это подевалось? Еще раз, это не вина армян, это им навязали. Говорю каждому из своих зрителей, яд подобной сказочной лжи проникает в самую гнубь отравленного сознания. Предположим, мой дорогой зритель, ты отравлен ядом гордыни и самомнение о твоей исключительности, богоизбранности, что может быть большим наказанием? Как будешь ты воспринимать серую действительность нашей жизни? Нет, пожалуй, ни одного народа в целом мире, который подвергался бы такому беспрестанному промыванию мозгов, как армянский народ. Говорю совершенно обдуманно. Если бы любому другому народу, его правители, вливали бы в уши все то, что обильно вливали и вливают в уши армян, буквально все, кто дорываются до власти, будьте уверены, ни один народ не устоял бы от распевания псалмов самовосхвалений. Посмотрите, русским путинская власть усердно впихивала в мозги и в сердца ложь о вставании с колен, а вот уже в скором величии, что получилось в итоге этих 20 лет путинской безостановочной агрессивной риторики повсюду в России на любом уровне. Получилась человеконенавистническая истерика, которую нам пришлось наблюдать. Армянам пудрят мозги гораздо дольше, я говорю со знанием дела, потому что с самой юности я учился, работал с армянами. Армянам был со многими армянами на достаточно короткой ноге. Числоводск, Пятигорск, я могу назвать многих своих знакомых армян поименно. Все они совершенно нормальные люди, адекватные, нормальные, до одного единственного определенного момента. Момента, когда дело доходит до истории, до происхождения, до земли, до бывшей блондинности и прочих вещей, которые ну никак не могут являться однозначно достоверными. Вот тут любой армянин превращается в невменяемого. Уж простите за грубое слово, но без слов не бывает песни. По крайней мере, все, кого я знал. Приведу пару примеров. Будучи в гостях у одного из моих армянских друзей в Пятигорске, кстати, человека образованного, очень приятного и порядочного, увидел несколько листов из писанной бумаги форматом А4 и с его позволения стал читать. Мы были, кстати, близкие приятели, и я прошу его, если мои эти слова дойдут до него, не обижаться на правду. Думаю, он и не станет, потому что знает, что я человек достаточно резкий и прямолинейный. Так вот, там была подборка умных высказываний различных великих людей, ну, типа, не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал. Сижу, читаю, мой товарищ накрывает на стол, он холост, я у него в гостях тогда. Он спрашивает меня, нравится? Я отвечаю, очень. Вдруг он заявляет мне, когда мне приходит в голову мысль, чтобы не забыть, я ее записываю. Я не поверил ушам и спрашиваю, ты автор всех этих мыслей? Он на полном серьезе ответил, да. Он знал меня, знал, что я достаточно эрудирован, относился ко мне осторожно, зная мой иногда буйный нрав, и тем не менее, что-то заставило его вот это сказать. И это была не шутка. Либо он поверил в свое авторство, либо все-таки в глазах. Человека с многотысячелетней родословной я был всего-навсего необузданным и необразованным абреком из-под Эльбруса. Другой такой же случай. Другой мой друг-армянин еще на первом курсе, когда разговор зашел естественным образом о девчонках, вдруг говорит, ты знаешь, я одной девушке посвятил стихи и читает с чувством, но с сильным кераобадским акцентом, я вас люблю, чего же боли, что я могу еще сказать, и так далее, и тому подобное. Неокомент тогда и неокомент теперь. Я знал и стихов, и крылатых выражений, и чужих умных мыслей гораздо больше, чем эти мои приятели. Но вот это вбитое в голову пустое, ни на чем не основанное чванство выставило вот этих двух близких мне армян передо мной в таком вот смешном, извините, жалком виде. Было грустно, хоть и было смешно, настолько, что для гнева не осталось места. Клянусь Аллахом, я ничего им не сказал, ни тогда, ни после. Говорю это сейчас, не называя и не подтверждая имен. Если кто-то из неназванных мной людей узнает себя и захочет услышать моих объяснений, с великим удовольствием сделаю это. Я еще не встречал в своей жизни ни одного армянина, который бы на любую вещь отреагировал бы с удивлением. Что бы ты ему ни сказал, даже, например, что земля квадратная, армянин не удивится, не скажет, что не знал этого, он обязательно пренебрежительно бросит. А я знаю, что это, чем это объяснить. Только тем, думаю я, что этот народ подвергался на протяжении веков нещадным гонениям, и чтобы выжить, впитывал в себя всякие небылицы о славе прошлой и о том, какие были раньше армяне-строители, ваятели, да воители, точно как наши россияне, живущие в бесправии и нищете, глядя на сытых и защищенных немцев, воскричают, а вот в 45-м и следом, если что, можем повторить. Я сказал выше и повторяю сейчас, это своеобразная зомбированность в данном случае армянского народа, это не их вина, это огромная беда. И все-таки, что ждет армян и азербайджанцев в результате сегодняшнего противостояния? То, что бывает, когда в твою жизнь врывается война, кровь, убитые, искалеченные, слезы и горе, это то, что получат армяне и азербайджанцы. Никто не обретет счастья в результате этой войны. Воевать можно только за свободу и за честь во имя Всевышнего. Война за землю никогда и никого не делала и не сделает счастливым. Земля принадлежит ее создателю, но не созданием. Я призываю каждого задуматься о том, что сулит война народом втянутым в нее. Говорю больше об армянах лишь по той причине, что у меня много знакомых армян. Близкого знакомого азербайджанца у меня, по-моему, не было никогда вот так лично знакомого. Карабах был и остается частью Азербайджана и никуда от этого не деться. Пока не восстановится статус кво, не будет покоя многострадальным армянам и не менее многострадальным азербайджанцам. Каждый азербайджанец и каждый армянин должны приложить все усилия, чтобы принудить своих правителей сесть за стол переговоров. Не поддавайтесь лживой риторике тех, кто сидит на ваших шеях. Азербайджанцы, армяне, вы ближе по духу, по укладу жизни, по менталитету, по внешнему виду друг другу, чем любому другому народу. Вы жили бок о бок и будете жить и дальше. Это противостояние не выгодно ни одной стороне конфликта. В данном конкретном случае выход один диалог именно разговор двух соседних народов, которые имеют проблему и которую никто за них не решит. Безусловно, это самопровозглашение было ошибкой. Если там жило больше армян, то, естественно, армяне играли там большую роль. Как, например, сейчас в Пятигорске, который мог принадлежать изначально только северным кавказцам, но был завоеван царем, а потом заселен в значительной степени армянами. Когда придет час независимости моей родины Кавказа, смогут ли армяне или даже казаки объявить об отделении от Кавказа? Нет. А армяне и казаки вместе? Нет. Но и армяне и казаки будут вжить в Пятигорске полноправными гражданами Кавказской конфедерации. И эта идея совершенно реальная и она не за горами. Поэтому Карабах часть Азербайджана, но и карабахские армяне часть азербайджанского государства и общества. Я знаю не понаслышке, что азербайджанские армяне легче находят общий язык с азербайджанцами, чем с армянами из Армении. Точно так же грузинские армяне или азербайджанцы. Русским, проживающим на Северном Кавказе, гораздо ближе по духу и менталитету горцы, чем тамбовчане или вологжане. Почему мы все так доверчивы? Почему армяне из Карабаха вы поверили лжецам из официального Еревана тогда? Что вы получили? Ведь азербайджанцы сильнее вас, потому что у них нефть, газ, то есть деньги, выход к морю, дружественные соседи. Вы понадеялись на продажный Кремль? Вздумали на спине мошенника медведя въехать в рай? Каждый из нас гораздо сильнее зависит от соседа, чем от какого-то заморского дяди. Для меня, как карачаевца, ближе всего мнение обо мне моих соседей черкесов, нагайцев, абазин и даже станичных казаков, чем мнение Трампа или целой России. Каждому младенцу должно быть известно, что азербайджанцы никогда не откажутся от Карабаха. Никогда. Точно так же ингуши никогда не забудут о пригородном районе. Любая такая память чревата обязательным потенциальным взрывом, если не сегодня, то через года и века. Как я говорил в начале, ни один карабахский армянин не был, не мог быть спокоен в эти прошедшие 30 лет. 30 лет целая жизнь. Ради чего? С вами был ваш запрещенный Кавказ. Мира вам, спокойствия вам, умиротворения вам и взаимопонимания. Ассаламу алейкум, всего вам самого доброго. таттан таттан Продолжение следует...